Музыка 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 Итак, ребят, всем привет! Сегодня у меня очередной выход на коп Познакомился я с одним из подписчиков своих И решили сообразить совместный коп Поедем мы в одно местечко Сейчас там Распашка Раньше была деревня И данный друг-подписчик Амрад Дмитрий, которого звать Решил меня вывести на это место И посмотреть, что у нас там будет Ну, если вы видео увидите, значит мы это место нашли И находки у нас действительно есть Так что смотри Не пропуская ни одного эпизода Надеюсь, что-нибудь интересное мы сегодня выкопаем Так что все Удачи нам на копе и хабра побольше Итак, ребят, мы все-таки доехали до места Которое Дмитрий рекомендовал В принципе, я посмотрел по картам немножко его Но все же Приехали мы сюда Здесь чистое поле Засеян подсолнух А между прочим, Дмитрий знаком с местным фермером И он ему давал добро На поиски А также говорят, что здесь друзья-камрады Уже в свое время походили Вот Ну, интересно это место тем, что Как вы видели, с дороги Была вывеска, что здесь был стан Именно Тамерлана Это довольно-таки интересно С этого ракурса вы не увидите этот стан Но в свое время, когда я буду проходить И будет хороший обзор Я вам покажу место дислокации именно Тамерлана Тамерлан, вы знаете, кто такой А это был хан азиатский Который в свое время Воевал в 1391 году С Тахтамышем Кстати, недавние ролики у меня есть Насчет фестиваля Тахтамыша Заходите, смотрите Довольно-таки интересный там сюжет Состоять будет из двух частей Первая часть ознакомительная Будем ходить по торговым рядам Вот, а вторая часть Довольно-таки тем интересна Что в конце видео будет Именно схватка Тамерлана и Тахтамыша Историческая постановка В принципе, мне понравился фестиваль Но, к сожалению, в прошлых годах То есть 3-4 года назад Там было куда интереснее То есть приезжали с Москвы С Нижнего Новгорода В общем, битвы, сражения Были очень интересные Вот, в этом году К сожалению Была только одна группа Вот Ну, в принципе, все равно интересно Заходите, смотрите Ну, а наперед забегу Пробежимся мы по полю Будет хороший ракурс И я вам сниму Это место с Таной Тамерлана В принципе, место радует По рассказам этого места Ну, находки будут Вот, вы об этом узнаете Ну, а так, что Чуть позже я вас познакомлю С Дмитрием У него терка 705 Вот, в принципе, он новичок Заболел этим хобби Благодаря моим Видео выпускам Так что Рад то, что люди Идут вот именно на такое хобби По источникам старины По всяким археологическим раскопкам То есть Все, кто начинает этим делом Заниматься Радуют тем, что Действительно Спасает историю И сохраняет в частных Хотя бы коллекции Ну, и многие, конечно Сдают в Краеведческий музей Как и я, ваш поклонник Вот Все Интересные находки Сдаю в Краеведческий музей Чтобы наши детки Просвещались И больше информации Владели о нашей культуре Истории Ну, и всего прочего Так что Все, вступление сделал Следующий Файлик Прикреплю Уже непосредственно с находкой Ну, и все Итак, ребята Только что подъезжал хозяин Вон он Свои окрестности Объезжает Пообщались Познакомились В принципе Мужчина адекватный Походу он Я не знаю Таджик или казах Что-то в этом роде И у меня находка Находка Вот она Советская Блин 20 копеек Судя по всему Наверное Распространенный 61-го года Первая находка С почином Ну, ладно Кстати, он говорит Здесь место уже Хоженное Очень хорошо хоженное Сюда постоянно Один товарищ Приезжает Копает Вот И в принципе Он здесь хорошо Царей подергал Говорят Место битое Вон, кстати Верхушка Автомобиля Хозяина Проезжает Ну, а чуть позже Туда он пройдусь Дальше Я вам покажу Вон там Немножко видна Особка Именно стана И там у нас уже Как говорится Археологи Запрещают там копать Между прочим Вот Там тоже Его владение Вот И археологи Приезжали Сказали, что там Распахивать землю Нельзя Ну, естественно Если пахать нельзя Значит и с прибором Туда нельзя Так что делать там Нечего Но Сейчас вот он Интересные истории Рассказывал Находили наконечники Там Около леса Даже находили Саблю Татар-монгольскую Интересные, конечно Места В таких местах Я Рядом Копаю Впервые Ну, все же Посмотрим Что у нас Какой здесь будет Результат Итак, ребят Очередной монитос И верховой Я просто Видел Что-то Ногой Распинал И это у нас Монетка Повторюсь Верховая Две копейки Тысяча девятьсот Пятьсот Какой-то Не знаю Не разглядеть Ну, тереть не буду Ничего интересного Пятьсот Какого-то года Ну, все Движемся дальше В принципе Сигналы есть Очень много И у мусора Советского Но Без этого Никак Все Смотрим Итак, ребят Прибор Монетки Не видит Но Я их вижу Визуально Вот она Очередная Монетка Лежит Прямо На поверхности Берем ее Цепок Такой Оригинальный Остался И это У нас Судя по всему 10 копеек 10 копеек 61-го года Блин Блинский Всякая фигня Ну, ладно Мы не отчаиваемся Итак, ребята Очень шумно Нахожусь Под Над аэродромом Здесь вот Самолеты летают Шумно очень Прямо Над головой И Сегодня Наконец-то У меня выпала Просто бомба В начале копа Сначала Не обратил внимания Но потом Смотрите Блин Офигеть Это Кольцо Даже не кольцо А персень А с камнем Офигеть Блин Был бы еще Из цветного металла Было бы вообще Шикарно Офигеть Да Это у нас Серебро Имеется Проба Вот У нас Пробочка И камень На месте Офигеть Вот это Находка Вот это Да Сейчас я Попробую Его очистить И Если Оно Просто Сноу Сшибательное Я вам Конечно Снова Вернусь К этому Колечку И вам Подробно Покажу Классно Продолжаем Итак Ребят Появился У меня сигнал Очень громкий Такой Четкий Хороший Начал Копать Появился У меня На дне Вот Такой Вот Полукруглый Такой Знаете Формы Какой-то Предмет Ну Посудил Просуждал Выкапывать Мне его Неохота Я его Прозвонил Еще Немножко Оказывается Здесь Здесь Тоже Все Звонко И Мои Предположения Что это Обычная Труба Так что Имейте Ввиду Можете Тоже Такую Ситуацию Попасть Наткнулись На что-то Похожее На горшочек Прозвоните Если он Длинный То Смысла Копать Нету Ну Все Продолжаем Итак Ребята Здесь Вот Такая Глушь Здесь Как Проходной Двор Оттуда Машины Какие-то Ездят Люди Какие-то На велосипедах Катаются Такого Вида Подозрительного И Я Вспомнил Что Я Свою Машину Не Закрыл Думал Что В глуши Никого Нет Машину Закрыл И Находясь Вот На таком Расстоянии У меня Не срабатывает Сигналка И Вы знаете Может Кому-то Сейчас И Это Понадобится Может В скором Будущем Беру Сигналку И Просто Прислоняю К Корлу И Нажимаю На сигналку Как Вы Слышали Сигналка Сработала И Машина Закрылась Офигеть Вот Такой Лайфак Есть У нас Имеется Так что На Заметочку Камрады Кому-то Может быть И В скором Будущем Пригодится Интересная Такая Зачетная Вещица Итак Ребята Очередная Верховая Находка Но Находка У нас Не Из цветного Металла И не Из черного А вот Такая Вот Вот Такая Бутылочка Зачетные Бутылочки Такие Я собираю Как вы Видите Она Не Расколота Так что Мы С собой Заберем И Будем Снова Набирать Коллекцию Бутылочек И Сдавать В музей В прошлый раз Я практически Все бутылочки Сдал Вот Так что Будем Снова Набирать Коллекцию И Снова Сдавать Такие Бутылочки У нас Использовались Во время Старины Под Микстуры Вот Различного Там Благовония Ну И Всячики Ну В основном Микстуры Были Ну Идем К машине Наверное Надо Сделать Небольшой Перекур Чаек Попить Вот Там он Дмитрий Копает С ним Пообщаться Как у него С находками Не знаю Кстати Видел я Что-то Он там В кармашках Себе Положил Издалека Так что Возможно Находки Есть И он Ходит Именно там Где Местный Фермер Сказал Что Камрады Подымали Царские Монеты Но у меня Пока К сожалению Только Советики Ну Все Движемся Итак У меня Очередной Сигнал Был Но Сигнал Такой Знаете Невзрачный Но Все же Решил Вам Показать Кто-то Подумает Что это Ерунда Ничего Особенного Вот Какая-то Кованая Ерундовина Но Я вам Скажу Это Довольно Таки Интересная Ерундовина Можно Отнести Даже К разряду Шмурдяка Многие Не знают Что это Такое Но Я вас Уверяю Это Очень Интересно И Действительно Предмет Старины Это У нас Как Говорится В свое Время Освещали Такие Штуки Наши Дома Избы Халупы И Все Остальное То есть Оно Закреплялось На древке Вот Осталось Здесь Вот У нас Небольшой Участок Древесины А здесь Вставляли Вот сюда Лучину Лучина Если кто Не знает Это Такая Тоненькая Палочка И Ее Поджигали И Она Горела Была В виде В свое Время Свечи И Вот Такая Вот Ерундовина Конечно Я ее Заберу Довольно Таки Интересная Вещица Нечасто Они Попадают У меня За Все Время Копа Всего Три Таких Штуки Попадалось И Вот Очередная Ладно Позвал Я Димана Попить Чаек Перекурить Посмотреть Что Он Накопал Ну В принципе Коп Состоялся Довольно Таки Интересные Уже Находки Есть Хоть И Практически Из Монет Только Советики Но Все Я считаю Что Не Зря Выехал Уже Хорошая Ценная Находка Перстенек С Камушком Вот Сейчас Попробую Его Почистить Все Продолжаем Смотрим Довольно Таки Интересно У нас Получается Сегодня Так Ребят Переехали Мы На Другое Место Проезжаю Помимо Вот По Этого Поля Я Всегда Смотрю На Землю На Засыпку И Как Вы Видите Здесь Очень Много Камней Так Что Мимо Проезжайте Всегда Обращайте Внимание И Буквально Вот От Дороги Я Отошел Был У меня Не Сигнал А Визуально Очередная Находка Где То Здесь Желтенькая Сейчас Обстараюсь Найти Где То Здесь Блин А Где Черт Возьми Ребят Включусь Когда Найду А Вот Я На него Наступил Вот Это У нас Итак 5 копеек 30 Года Ничего Особенного Вот Вот Так Смотрите Чистенький Приятненький Краешек Торчал Ладно Продолжаем Итак Ребята Очередной У меня Сигнал Сигнал Уже Поднял Металлоискатель Не мои Глаза Это у нас Копеечка Копейка 24 Ну Наконец Появилась У нас Сегодня Царская Медь Повторюсь Царская Медь Потому что А 24 Года Монеты Чеканились Из Царской Меди Ну Ладно Уже Задел Приятный Продолжаем Итак Ребята Мусора Очень Хватает Тут Предостаточно Различные Бутылочки К сожалению Разбитые И Под кустиком Как ягодку Нашел Вот Смотрите Очередная Бутылочка И снова Целая Естественно Забираем Хожу я На стройках Как на Фишере 75 Немножко Своим Обучием Изменил Решил Походить Именно На стройках Фишера 75 Ну Пока Результаты Есть Смотрим Далеко Не отходя От последней Находки Бутылочки А вот Еще Одна Бутылочка И Тоже Из того Разряда Тоже Прозрачное Стекло Ничего Ничего Особенного Я Все Мечтаю Носи Бутылочку С царской Символикой С орлом Но Пока Вот Такие Вот Микстурки Попадаются Ну Ладно Забираю Итак Ребят Следующая Находка Меня Порадовала Блеском Она Так На солнышке Играет Такая Вот Зачетная Пряжечка Симпатично Но Это Советская Савдепина Неинтересная Вот Такая Зачетная Пряжечка От ремня Ну Ладно Сигнал Был Выкопали Заберем Наконец То Диман Нашел Говорит Царя Что За Царь Диман Николаевский Зачет Мои поздравления Я же говорю Найдешь Все Задел У Димана Есть Итак Ребят Наконец-то У меня Сигнальчик Видел Что Это Монета У нас Царская Хорошо Проглядывается Символика Имперская Двуглавый Орел И Номиналом У нас Это Две Копейки Год 1869 Немного Затертая Монета Но Она Все-таки Царская Зачетно Ладно Продолжаем Иду я Вот К этим Кустам Посмотреть Что В кустиках У нас Находится Много Чего Скрывается Что Мы Не Видим Так Что Загляну Посмотрю Может Что Интересное Итак Ребят Диман Удивляется Что Я Визуально Нахожу Находки Вот Уже Три Бутылочки Поднял Визуально Там Еще Монеты Поднял Вот Еще Одно Смотрите Вот Так Вот Торчит Берем И Да Целое Но К сожалению Это У нас Обычная Бутылка Советского Времени Имеется Резьба Крышечка Блин Я думал Снова Очередная Древняя Находка Но нет Немного Ошибся Ну Ладно Идем Продолжаем Итак Ребята Был сигнал Копнул В этой Ямке Выскочило Два Сигнала Первая Это Вот Такая Пугутка Очередная Солдатская К сожалению Она уже Вся Ржавая Развалилась Ну Наверное Сигналила Не она Хотя Она И вот Такая Вот Зачетная 10 Копеек Щитовичок 33 Года Сохранчик Такой Бодренький Вот Такая Монета Из одной Ямки Две Находки Ладно Продолжаем Итак Ребята Хочу воспользоваться Случаем И показать Вам Именно Тот Стан На котором Стоял Тамерлан Перед Сражением С Тахтамышем Вот Здесь Вот Но Это Является Как бы Я слышал Культурно Историческим Памятником Мы Туда К сожалению Не поедем Будем Ехать На новое Место Смотри Итак Ребята Очередной Сигнал Вот Остался У нас Слепочек Сверху Казалось Что это Монета Я побежал За камерой Диман Говорит Что это Гильза И да На самом Деле Гильза Но Снимаю Лишь Из-за Того Что На ней Надпись Надпись Интересна Тем Что Написано Лондон И номер 12 Интересна Довольно таки Интересна Такая Старинная Между прочим Вот такая Вот надпись Знатоки Гильза Прошу Вас Отписаться Что за Гильза Такая Довольно таки Интересная Ну ладно Шмурдяк Итак Ребята На этом Я буду Заканчивать Свой Видеокоп Итак Ребята Ну а теперь Находки Самые интересные Которые Ждут И обзора И хотят Оценить Как прошел Видеокоп Ну в принципе Вот такой вот Получился Коп Если кому интересно Можете задержаться И расскажу Вот такая вот Лучина Интересная Три Бутылочки Все Однотипные Шмурдяка В принципе Предостаточно Рассказывать Все про все Не буду Интересная Вот такая вот Монета Непонятная Вот По царям У нас получилось Вот так вот Трешка 1900 года Круглая такая Дата Зачетная Двушка 1869 года Затем Вот такая вот Копеечка 24 года Ну отнесем Ее к царям Пятачок Обычный 30 года 20 48 И Копеечки 15 20 2 10 Копеек В квадрате И зачетная Сегодняшняя Находка Можно отнести Просто Шедевром Сегодняшнего Копа Это целый Вот такой вот Огромный Женский Я даже не знаю Печатка Или что Но она Очень такая Громоздкая Камушек На месте Язычки На месте И это Это у нас Ребята Серебро Имеется Пробы Две Штуки Вот Такое Зачетное Самое Главное Без Деформаций И Камушек На месте Это у нас Сегодняшний Будет Писк Сегодняшнего Копа Вот Такое Зачетное Кольцо Ну и Все Ну а Сейчас Попрощаюсь Передам Приветы Кому Надо И Все Остальное Покопали Мы Сегодня С Дмитрием Вот В принципе Ему Понравилось То Что Выехал Поднял Несколько Монет В принципе Там И царик Зачетный И советиков Наковырял Ну Что Сегодня Хочу Про коп Сказать Выехали Отдохнули Пошвырялись Там Покатались Здесь В общем Находки Вы Все Видели В принципе Неплохо Я считаю Потому что Многие Гораздо Меньше Выкладывают На обзор Вот Ну В принципе И все На этом Буду заканчивать Солнышко Садится За горизонт Со всех Сторон Вроде Как И дождик Он Надвигается Подписывайся В принципе Многим Нравится Некоторые Узнают Даже То Что Канал У меня Закрывался Удивляется Почему Ну Всякое Бывает На этом И все Закончил Не буду Разглагольствовать Всем пока И удачи Субтитры 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 Субтитры